Музыка Необычный урок спортивной борьбы, но в условиях кабинета. Для начала школьников знакомят с теорией. История самбо-особенностей и имена тех, кто достиг успехов в этом виде спорта. Эта информация звучит из уст титулованной лобинской спортсменки. Наталья Ароновская – участница и победительница европейских и мировых турниров. Это вид спорта, который в 2003 году признан национальным приоритетным видом спорта. Это единственный вид спорта, в котором все команды, судей и общение внутри этого спорта, отдаются на русском языке. Практически в каждом субъекте есть спортивные школы, в которых профилирующим видом спорта является самбо. Проект «Самбо в школу» реализуется в Лобинской четвертой школе. Это еще одна возможность приобщить подрастающие поколения к отечественному виду спорта. О том, что занятия будут полезны, говорит руководитель учреждения. Проект «Самбо в школу» вообще родился в 2010 году. И во многих городах России он уже живет, действует. И в школах есть хороший положительный опыт по этой работе. Нашу школу выбрали для участия в этом проекте, потому что у нас есть достаточно хорошие условия. Это спортивный зал, свободные помещения. Сейчас ведется работа по оснащению необходимым оборудованием спортивного зала, потому что нужны особые маты, их уже заказали для занятий. И, конечно, немаловажное значение имеет тот факт, что у нас есть кадры. У нас работает учителем физкультуры Петренко Наталья Андреевна, которая является чемпионом России по самбо. Она мастер спорта по самбо. Ну, конечно, хочется в связи с этим ребят именно оповестить о таких вещах, как исторические моменты этого развития, развития вида спорта, о ведущих спортсменах в этом виде спорта, о правилах. То есть дать им более углубленные знания, чтобы они проявили интерес. Главная задача этого проекта – не готовить чемпионов и мастеров спорта для участия в крупных соревнованиях, а подготовить детей к жизни, научить их определенному уровню самозащиты, быть готовым к каким-то трудностям, вплоть до того, что даже просто уметь правильно упасть, чтобы ничего не сломать. Поэтому я считаю, что это будет интересно, полезно и нужно детям нашей школы. Мы будем это проводить в плане дополнительного образования, то есть это будут спортивные секции, но фрагментами уроков программа самбо проходит уже в школах, то есть детей знакомят с элементами самбо, но просто в ознакомительном порядке, а более глубоко это будет дополнительное образование. Физическая выносливость и сила – одна сторона спортивной борьбы, о которой с интересом узнают школьники. Вторая, о чем не раз говорят и педагоги, и спортсмены – это возрождение культурных традиций, воспитание молодого поколения, способного ценить подвиги своих предков, при необходимости стать на защиту Родины. День защиты прав ребенка задумывался не просто как праздник, но и как день, который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а также на взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. Конвенции о правах ребенка посвятили мероприятие в восьмой школе. Его гостями стали уполномоченные по правам ребенка инспектор ГИБДД, волонтеры из четвертой школы. На мероприятии говорили о истории создания праздника и основных положениях международных правовых документов о правах человека. Рассмотрели случаи нарушения прав ребенка и способы их защиты. Именно в этот день, как и все в другие дни, обязательно нужно говорить детям о том, что мы их любим. Мы взрослые, мы родители, педагоги, что мы их любим, что мы их понимаем, что мы их слышим, слушаем и слышим. Это очень важно для каждого ребенка. Ну и, наверное, этот день признан еще всемирным днем ребенка потому, чтобы в очередной раз обратить внимание взрослых на то, что у детей есть определенные права и что дети нуждаются в нашей заботе и защите. Знакомство с Конвенцией о правах ребенка поддерживалось с ситуативными играми. Стоит отметить, что школьники с заданиями справились на отлично. Очень уже так приятно всегда видеть, как дети разбираются в своих правах, в своих обязанностях. И хотелось бы поблагодарить педагогов, которые настолько умеют корректно объяснить все эти права, обязанности и ответственность именно для вот такой категории детей, которые как бы обучаются в коррекционных образовательных организациях. Ну и, конечно, мы все пришли поздравить ребят с этим праздником. Главная задача таких мероприятий – расширять правовое знание детей, развивать умения, применять их на практике. Поддержать школьников в этот день приехали представители силовых структур и волонтеры. Сотрудники Лобинской госавтоинспекции никогда не оказываются в стороне этого дня, поскольку на наших дорогах ежедневно получают травмы и гибнут дети. Мы сегодня хотим вместе с волонтерами, вместе с уполномоченным по правам ребенка донести до детей, что самое главное их право – это право на жизнь, на безопасное существование. А достигнуто оно может быть только тогда, когда мы, взрослые, совместными усилиями обеспечим нашим детям безопасное существование. Касательно именно госавтоинспекции, мы имеем в виду – это безопасное поведение на дорогах, безопасное передвижение наших детей по дорогам, чтобы они помнили правила дорожного движения, чтобы соблюдали эти правила, становились в будущем законопослушными гражданами нашей страны, не нарушали их, и, соответственно, с ними не случалось беды. Всемирный день ребенка – это не только праздник детства, улыбок, это и праздник, ну, мы должны помнить в этот праздник то, что нужно беречь и охранять детей. Историю родного края, жизнь и быт казаков школьники изучают на уроках кубановидения. На занятиях особое внимание обращают на то, как много говорится о связи казака с его конем. Как часто это благородное животное упоминается в казачьих песнях, пословицах и поговорках. Об этом подробно учащимся шестой школы рассказал представитель городского казачьего общества. К ребятам он приехал на лошади. Из глубины истории казачества каждый казак имел лошадь. И лошадь еще при рождении казака, ему покупали же ребенка, и он вместе с ним рос, и поэтому одно целое единое. И мне очень интересно это преподать детям, чтобы они получили много энергии, чтобы они воспитывались в русском духе, в духе казачества, чтобы что-то положительное было. Чтобы они понимали, что это не в гаджике играть, не в компьютер, а действительно потрогать, пообщаться с лошадью. Интерес школьников вызвал вопрос ношения казаками шашки. Олег Решетников рассказал юным казачатам о значении этого оружия. Казачья шашка применялась на протяжении столетий. После того, как казаки стали неотъемлемой частью регулярной кавалерии, шашка вошла в комплекс вооружения российской армии. В конце 19 века была предпринята попытка унифицировать это оружие, в результате чего появились шашки образца 1881 года. Видишь, какая рукоять? А шашка есть? Вы помнишь? А это какая? Это донская шашка. Это не казаков, она нравится, а степуха. Олег Решетников продемонстрировал элементы фаланкировки. Научиться этому можно, было бы желание, говорит казак. И он готов помочь ребятам. А для начала гость предложил мальчишкам разрубить пластиковую бутылку, наполненную водой. И желающих оказалось немало. Испытания практически все прошли успешно. История казачества очень интересная. И этот урок научил нас новому, как орудовать шашкой, как подходить к лошади. Спасибо большое. Было очень интересно все. Не менее интересным был рассказ о нагайке. Это старинное оружие, которое имеет много разновидностей и типов. Школьники узнали, что казаки носили нагайку чаще всего в качестве некого боевого украшения к парадной форме. Ее применение на полях сражений зачастую происходило из-за потери или поломки основного оружия. Она была весьма эффективной в ближнем бою, пояснил казак. Почему используется как оружие? Допустим, если там уже, как сказать, у казака патрончики кончились, и ружье не стреляет, и уже кинжал выбили, арабник остался. У арабника щелчком арабника – это скорость света. При щелчке арабника можно отсечь нос, ухо, то бишь нанести болевой шок человеку. А при болевом шоке уже человек, как говорится, не может уже противостоять. У нас же традиционно становится уже изучение традиций Кубани, казачества. Край-то у нас казачий. Поэтому мы используем любую возможность, чтобы детям показать именно то, что не каждый день мы видим. А тем более наши дети же городские. На селе еще знают мать, лошади и так далее. Наши марки автомобилей хорошо знают, а с лошадьми проблемы. Поэтому мы и сотрудничаем с казачеством еще и в этом вопросе, чтобы дети увидели, услышали информацию от представителей действительно реального казачества. Ну и попробовали даже проехать на лошади, на настоящей казачьей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова